Кадакан представляет Токимото Макото Чемпион Олимпийских игр в Сиднее 2000 год Хан и Гоши Первым делом я должен позаботиться о захвате за отворот Многие люди при отработке Харай и Гоши, Хан и Гоши и Учимата Поднимают свой локоть вот таким образом Я не настолько сильный Поэтому, чтобы направить всю свою силу на соперника Я твердо поднимаю свое Цурите Я также направляю свой локоть к солнечному сплетению соперника Вот сюда Я всегда слежу за тем, как используют Цурите Многие довольно близко подводят свои ноги к сопернику Но я скорее подтягиваю соперника к себе Не подходя очень близко к ним Это, в свою очередь, позволяет лучше провести кудзуши Выведение из равновесия Я не могу поднять свою ногу так высоко Так что вместо того, чтобы поднимать левую ногу соперника Я стремлюсь подбросить вверх его правую ногу Хоть я и думаю о проведении Учимата Вместо этого оказывается, что я провожу Хан и Гоши Вместо того, как вы неслабляlibой ноги Вместо того, как выглядят Хан и Гоши, второй вариант. При отработке Хан и Гоши в симметричной стойке, если ваш соперник стоит нестандартной позиции, представьте, что вы вытягиваете ваш захват в сторону левого плеча. Затем немного сдвигаем вверх его захват за отворот посредством нашего оттягивания. Основной способ применения Цурите заключается в направлении своего локтя в сторону солнечного сплетения соперника. Ваш локоть не поднимается. После того, как вы немного повернули свой таз, поместите соперника на него и выполните бросок. Скажите, пожалуйста, вам нужно обратиться со средним. Того вытягиваем вверх и поднимаются. Используйте вверх. Используйте и атаки подниматься. Используйте и . ТАЙО ТОШИ ТАЙО ТОШИ обычно выполняется, когда вы находитесь параллельно к сопернику. Но в моем случае, если я делаю полный оборот перед соперником, я начинаю склоняться назад. Поэтому вместо этого я вывожу соперника из равновесия по диагонали. Важнейшая особенность моего ТАЙО ТОШИ заключается в технике выведения из равновесия. Вывожу диагональным образом и затем немного поворачиваю сюда и делаю заход ногой. Если вы выводите соперника из равновесия диагонально, не нужно делать сильный разворот. Эта техника позволит вам приложить силу при помощи просто небольшого разворота. Если вы так выведете его из равновесия и начнете ТАЙО ТОШИ, то соперник не сможет сделать шаг вперед, чтобы избежать броска. Так что я в состоянии очень легко бросить его. Причина, по которой я изучил эти техники, заключается в том, что когда я еще учился в начальной школе, то занимался дзюдо совсем по-другому. Когда же я пошел в среднюю школу, то увидел там много разных по стилю сильных дзюдоистов. И наблюдая за этими сильными дзюдоистами, я подумал, их техники выглядят так круто. Я старался копировать то, что делали эти дзюдоисты. После окончания тренировки я оставался еще, чтобы практиковать эти техники еще больше. Иногда даже когда остальные шли есть. Помню, как я оставался в дзюдо, чтобы провести дополнительные раунды у Чикоми и Нагикоми.